Сколько действующих депутатов в Бишкекске Горкинеш попадает в новый 28-й созыв? Правда ли, что в Китае признали невысокую эффективность своих вакцин от коронавируса? В Бишкеке нашли две тонны катализаторов авто. Куда их собирались отправить? Все ответы на вопросы в блоге «Кстати». 11 апреля прошли выборы в Бишкекске Горкинеш. Действующие депутаты 27-го созыва не желают оставлять кресло народных избранников. Они перешли в другие партии и некоторые попали в следующий созыв. За 45 мест в городском Кенеше боролись 25 политических партий. И уже можно предварительно посчитать и понять именно тех, кто может теоретически стать депутатом Бишкекского Горкинеша. Предварительно в состав прошли 6 политических партий. Это партия ЕМГЕК, Ахбата, НДПК, Атаджурд-Кыргызстан, НТМАК и Наш Народ. Вот и все, ребята! Отметим, что пока итоги не подведены. Кроме того, списки партий могут меняться. Окончательные результаты объявит Бишкекская территориально-избирательная комиссия. Стоит отметить, что вчера после предварительных результатов возле ЦИК собрались недовольные результатами партии. Первыми пришли социал-демократы. Представители партии социал-демократы, в том числе Тимирлан Султанбеков, Кадрат Амбаев, а также другие кандидаты и сторонники отправились в Центр-избирком, чтобы выразить свое несогласие с результатами голосования по местным выборам по Бишкеку. Также они не согласны с результатами по референдуму. В ходе подготовки и проведения референдума и выборов депутатов местных Кенеши органами внутренних дел Бишкека было зарегистрировано 42 нарушения избирательного законодательства. Как уточняется, из 42 нарушений два преступления по статье 192 «Подкуп избирателей Уголовного кодекса Кыргызской республики» и одно по кодексу о проступках, а именно по статье «Злоупотребление административным ресурсам». В Китае признали невысокую эффективность своих вакцин от коронавируса. Китайский центр по контролю за распространением болезней признал невысокую эффективность китайских вакцин от коронавируса нового типа. Об этом сообщил The New York Post. Вот это поворот! Сейчас официально рассматривается вариант, при котором мы используем для иммунизации разные вакцины разного производства, приводит издание слова директора центра ГАОФО. В том числе в выступлении он согласился с тем, что китайские вакцины не слишком эффективны. По официальным данным, эффективность препарата компании Sinovac составляет 50,4%. Для сравнения, у российских и западных аналогов этот показатель превышает 90%. При этом никакие иностранные вакцины от коронавируса пока не одобрены для использования в Китае. Отметим, что в Кыргызстане используют вакцины китайской корпорации Sinafarm, и они демонстрируют эффективность около 79-72%. Пресечена налаженная схема по массовой незаконной скупке автомобильных катализаторов, а также их по следующему вывозу в страны Европы. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности. Как уточняется, 23 февраля этого года при попытке вывоза автомобильных катализаторов в Литву был задержан контрабандный груз весом порядка двух тонн. Кроме того, 9 апреля была пресечена деятельность 12 пунктов сбора и скупки автомобильных катализаторов в Бишкеке. Там изъяли большое количество переработанных субтрактов и автомобильных катализаторов, которые были складированы под отправку за рубеж. Также в настоящее время уполномоченными органами рассматривается вопрос о внесении запрета на вывоз и скупку автомобильных катализаторов. Ну а у меня на этом все. Не забывайте оставлять свои отзывы и ставить лайки, если это было полезно. Это был блог «Стати» и я, его ведущая, Сязин Имамадыева. Всем хороших новостей! Субтитры создавал DimaTorzok